Увеличили производительность на 18%, на 30% выросла зарплата сотрудников. На Ульяновском моторном заводе поделились итогами работы за 2021 год. Но рост объема производства не единственный повод для гордости. Наверное, главным успехом 2021 года было для нас завершение подготовки производства и модернизации нашего нового трехлитрового двигателя. В этот проект мы инвестировали более 600 миллионов рублей. И задача на 2022 год это увеличивать мощности сейчас по производству этого двигателя и оснащать этим двигателем наши перспективные коммерческие автомобили. Новая модель мотора может работать не только на бензине, но и на газу. Также, в отличие от своего предшественника, крутящий момент двигателя увеличен с 220 до 250 ньютонов на метр. Движущую силу для автомобилей дивизиона группы ГАЗ, куда входит и моторный завод, делают в Ульяновске. Сегодня предприятие работает в штатном режиме. Текущие заказы имеются требуемый объем компонентов. Более того, компания в период пандемии оказывает помощь системе здравоохранения. Помогали больницам, выделяли ИВЛы, выделяли маски. Мы понимаем, что нужно продолжать усиливать вместе борьбу за то, чтобы сделать безопасную жизнь на нашей планете. Очередной акт добра российская автомобилестроительная компания совершила в адрес Старомайенской районной больницы. Им подарили новый автомобиль скорой помощи класса «Б». Сердце у машины ульяновское, но сам автомобиль скорой помощи произведен в Нижнем Новгороде. Машина полностью комплектована. Здесь есть и переносные носилки, и аппараты КГ, и кислородные баллоны, и рециркуляторы. Мы получали автомобили скорой помощи в 2016-2017 году, но поскольку очень огромные нагрузки на транспорт, поэтому автотранспорт очень часто ломается. И были даже такие случаи, когда у нас ломались одновременно два автомобиля скорой помощи, и нам приходилось просто задействовать автомобили хоз двора. В 2020 году здравница получила еще одну карету скорой помощи. Таким образом, в автопарке больницы теперь четыре спецмашины, которые колесят по всему району. Ездить на машины хоз двора больше не придется. Самый удаленный населенный пункт находится в 60 километрах от больницы. В торжественной церемонии передачи ключей участвовал губернатор Алексей Русских. Главе региона также показали предприятие и познакомились с линейкой автомобилей компании «ГАЗ». Для этого организовали целую выставку. В качестве экспонатов и низкопольный автобус среднего класса, автобус со сверхдлинной базой, салон последнего губернатор успел оценить лично. Отличная машина, довольно комфортно за рулем. Я как старый автомобилист сразу посмотрел, как передачи переключаются, очень мягко. Дивизион группы автомобилей «ГАЗ» сегодня объединяет 10 предприятий по всей стране. А продукция поставляется в 40 стран мира.